Политэк онлайн в эфире, я Инга Мизерия, со мной Станислав Белковский, публицист, я вас приветствую. Здравствуйте. Станислав, расскажите, что вообще сейчас происходит? Мы слышим официально, что Лукашенко, который держался долгие годы и не признавал Крым российским, теперь официально говорит о том, что он российский, что он едет туда на экскурсию, летит самолетом в Севастополь. Сейчас у нас уже обсуждают такой сценарий, что это происходит по старой классической дворовой традиции, когда маленький мальчик подходит, напрашивается на какой-нибудь щелбан, после чего приходит старший брат с ножиком. Можно ли говорить, что сейчас Беларусь и Россия именно такой сценарий разыгрывают с Украиной? Смотря что мы понимаем под этим щелбаном, если военный, то нет. А риторически Александр Григорьевич Лукашенко может делать все, что угодно, у него просто нет выбора. Он долгие годы извивался между Россией и Западом, делая авансы и реверансы то в ту, то в другую сторону, в итоге поругавшись со всеми. Но сейчас, поскольку Запад для него отпал, евроатлантический мир не признает его легитимным президентом, и даже кризис, устроенный им с мигрантами из Ирака, из Сирии и Йемена, здесь ему не помог признаться президентом и снять санкции, то, конечно, он уже пускается во все тяжкие, признает Крым российским и предлагает разместить на территории Беларуси российское ядерное оружие, чего, естественно, не будет, поскольку ни при каких обстоятельствах Владимир Путин ни с кем своим ядерным оружием не поделится, ни с каким другим формальным государством. При этом Беларусь остается формально отдельным государством и рассуждать с Лукашенко может о чем угодно. Вопрос в том, что это означает в практической плоскости. Если при этом он же обеспечивает поставки электроэнергии в Украину, что сейчас для Украины весьма важно, то, слава богу. Этим он еще раз показывает, что он разными своими конечностями и полушариями мозга, которых у него значительно больше, чем два, может решать прямо противоположные задачи. То есть в данной ситуации вы считаете, что Лукашенко, он, ну, субъектен, да? То есть это все-таки не какой-то хитрый и коварный план Путина? Нет, он настолько субъектен, насколько это возможно в нынешней ситуации. Конечно, меньше, чем до событий августа, начавшихся в августе 2020 года и фальсификации выборов. Но, понимаете, что он говорит, это не так важно. Вот Джозеф Байден назвал Владимира Путина убийцей, что было в Кремле расценено формально с большим возмущением, а фактически скорее с ироничной ухмылкой, поскольку это было воспринято как такая оговорка старого Леонида Ильича Брежнева. По известному анекдоту я же вижу, что это Инди Роганди, но здесь написано Тейчер. Потом Байден отменил санкции против Северного потока-2, что для Кремля важно. А что он там сказал, не важно. Вот, мне кажется, Украина должна воспринимать Лукашенко сейчас именно в этом контексте. Он поставляет электроэнергию? Да. Если бы он хотел насолить Украину по-настоящему, а не только в рамках некого риторического пакета, то он прекратил эти поставки. Но он их тьфу-тьфу-тьфу не прекращает, пока что. Вы только что пошутили по поводу Маргарет Тейчер. Я сейчас вспомнила недавно глава МИД Великобритании, Соединенного Королевства, Элизабет Трасс. Она повторила через 35 лет поездку Маргарет Тейчер в танки. Да, и было это в Эстонии. В принципе, это такой привет Российской Федерации о том, что за ними наблюдает. Насколько, на ваш взгляд, сейчас роль Великобритании в российско-украинско-европейских отношениях важна? Не настолько. Она средняя довольно. Конечно, Великобритания очень уважаемая страна, но после Брексита она все-таки уже накапывается в новой своей нише. Пока еще Евроатлантический альянс в полном объеме не создан, который, собственно, обсуждался еще Дональдом Трампом и Борисом Джонсоном. И все-таки ключевые игроки сегодня для Украины в этой системе отношений – это США и Германия. Германия. Сейчас новая коалиция, еще не все понятно, как будут развиваться там события, но тем не менее мы видим, что Северный поток, при том, что имеют разные на него взгляды члены коалиции, не помешал им соединиться. На ваш взгляд, все-таки как будут разворачиваться события в отношении Северного потока и как будут в том числе действовать еще и Соединенные Штаты Америки, потому что они могут ведь наложить санкции теперь на немецкое судно, которое тоже участвует в запуске потока. Для Германии Северный поток важен, поскольку наблюдается явный дефицит энергоносителей, обусловленный не в последнюю очередь ошибками самой Германии в управлении ее энергетической сферой. В частности, излишне поспешным отказом от атомной энергетики, которую правительство допустило после аварии на японской АЭС Фукусима. Поэтому сейчас без российского газа никак не обойтись, зима будет тяжелая. И именно поэтому даже партия Зеленых, которая всегда выступала против Северного потока-2, сейчас не одобряет возможное возобновление американских санкций в отношении этого проекта. Задержка сертификации действительно не политическая, а техническая, связанная с тем, что сертифицировано должно быть немецкое, германское юридическое лицо, а сама компания Северный поток зарегистрирована в кантоне ЦУК в Швейцарии с целью минимизации налогообложения. Поэтому с Северным потоком ничего не случится, что указать с позицией независимо от тех или иных деталей формирования правящей коалиции. Кстати, один из важнейших пунктов совместных действий, одна из политических мер, одобренных в новой коалиции Светофор, где канцлером будет социал-демокат Олов Шольц, а министром иностранных дел, представитель партии Зеленых Аналяна Дербург, это легализация марихуаны. Что для Украины весьма перспективно, поскольку в Украине есть огромные пассивные площади для каннабиса, которые могут быть задействованы, а сейчас все страны или территории, скажем, отдельные штаты США, где легализован каннабис, испытывают большие проблемы с объяснением, откуда там столько каннабиса, поскольку он часто заводится нелегально. Вот эту проблему для Германии Украина вполне могла бы решить. Это серьезный экономический проект, я это говорю безо всякой усмешки и иронии. А что касается Соединенных Штатов, сейчас Соединенные Штаты нуждаются в максимальной консолидации евроатлантического мира, то есть самих себя, Великобритании и континентальной Европы. И одним из факторов этой консолидации является российская угроза. Именно поэтому США сейчас нагнетают представление о возможной войне и наступлении российских войск на украинском направлении. Ну вот, тем не менее, в коалиционном соглашении новой коалиции Германии, там есть пункт о том, что россиянам, не достигшим 25 лет, нужно открыть безвиз. Насколько это вот сочетается с противодействием Российской Федерации и европейских стран? В полном объеме сочетается. Это очень грамотная и мудрая мера со стороны Германии, исходя из ее интересов, интересов Европы и Запада в целом. А также, скажем, всех проевропейских настроенных людей в самой России. К сожалению, мне уже далеко не 25, и воспользоваться этим новшеством я не смогу. Но именно молодые поколения, они максимально критично настроены к Владимиру Путину, к самоизоляции России, ко всяким там реминисценциям авторитарных и тоталитарных времен. Поэтому, конечно, они с удовольствием воспользуются этим, они увидят Европу, какой она есть, а не какой она транслируется через увеличительное стекло российской пропаганды. Они смогут найти работу в Европе, в общем, европеизация России в ее следующих поколениях, безусловно, это будет стимулом к этой европеизации. Это понимают сегодня даже и в Кремле, и поэтому чешут затылки, а как же на это отреагировать? Вроде осуждать это не приходится, поскольку это делается для твоих же граждан. Радостно аплодировать тоже не приходится, поскольку истинный замысел Кремлю понятен. Решения еще нет. Давайте поговорим о военной угрозе. Мы помним заявление недавнего Путина о том, что если определенные базы НАТО будут в Украине, то Россия обладает оружием, который за 5 минут может нанести серьезное, сверхзвуковое оружие может нанести серьезные удары по Украине, что они будут разрабатывать и дальше. На ваш взгляд, насколько эти угрозы серьезны и насколько на эти угрозы реагируют наши международные партнеры? На мой взгляд, и США, и Россия сейчас заинтересованы в том, чтобы заключить некий мирный пакт, условия которого так или иначе формулируются и формируются обеими странами, и о них эти стороны проговариваются. В частности, Владимир Путин только что заявил, что хочет подписать с НАТО, ну, с ведущими странами НАТО, естественно, во главе с США, это юридически обязывающее соглашение о том, что НАТО не будет продвигаться дальше к российским границам, ну, то есть, что Украина, Грузия и Молдова не станут членами Североатлантического альянса в обозримой исторической перспективе. В таком случае войны не будет. То есть ясно, что горячей войны никто не хочет. Но, по известному анекдоту, войны не будет, но борьба за мир будет такая, что камня на камне не останется. Как и в ситуации Карибского кризиса 1962 года, надо сначала создать кризис, чтобы потом его регулировать. И вот сейчас пока идет процесс создания кризиса. Владимир Путин использовал в своей риторике фразу «пока не признанный ДНР и ЛНР». Это ключевое «пока» должно было многих напугать. И Москва транслирует месседж о том, что вот эта Украина, наоборот, концентрирует войска на линии разграничения в отдельных районах Донецка и Луганской областей, а потому есть опасение попытки Украины повторить карабахский сценарий 2020 года, то есть ввести войска в Ордло, и тогда Россия будет отвечать. И для этого она концентрирует войска, маневрирующие на неукраинских границах. Все это война нервов, но в конечном счете, я говорю, в нагнетании заинтересованы и США, и Россия. Потому что именно мирный выход из этого нагнетания даст им много очков. И некие компромиссные результаты, на которые рассчитывают обе стороны, также немало политических очков заработают Владимир Путин, и особенно американский президент Джозеф Байден, которому очки эти очень-очень сейчас нужны после серии его неудач на протяжении первого президентского года. Ну и мне кажется, президент Украины Владимир Александрович Зеленский тоже не отстает, поскольку он хочет выиграть как человек, предотвративший войну. Вопрос о том, если будет подписан какой-то документ между Россией и НАТО, это вот типа Будапештского меморандума, который в дальнейшем можно будет не выполнять, или все-таки Россия уже на украинском опыте будет требовать чего-то более серьезного? Это непонятно как, потому что то, о чем говорит Владимир Путин, пока формально невозможно. Потому что Россия не является членом НАТО, и поэтому не может быть участником договора, в котором обсуждаются условия участия в этом альянсе тех или иных стран. Безусловно. Это могут обсуждать только члены НАТО. Поэтому я не исключаю, что в какой-то момент обе стороны ударят себя по коллективному лбу, и скажут, ой, а можно же создать новый какой-нибудь альянс в сфере безопасности между НАТО и Россией. И этот альянс, в частности, будет заниматься сдерживанием Китая. Я не утверждаю, что такого рода перспектива реально в ближайшем будущем, но она напрашивается. Все, что напрашивается в мировой истории, то есть все может произойти, как, собственно, по Чехову, ружье, которое висит на сцене, может выстрелить, должно выстрелить. Вот вопрос о том, что сейчас в сети появилось видео, как российские танки начали делать дополнительные на них обмундирования. Да, я просто не специалист, поэтому, возможно, неправильно называю, чтобы защитить их от дживелинов и байрактаров. Вот тут вопрос, насколько мы можем рассчитывать, что в дальнейшем наши партнеры, которые нам это оружие предоставляют, да, я имею в виду и Турция, и Соединенные Штаты Америки, скажем так, будут настаивать, чтобы мы их не использовали, чтобы точно так же там не дразнить Российскую Федерацию. Да, конечно, будут настаивать в соответствии с минскими соглашениями. Но, собственно, дживелины и поставляют с условием неприменения их в наступательном бою. Байрактары не обременены формально таким условием, но, конечно, здесь Россия будет апеллировать к тому, что Минское соглашение запрещает использовать эти вооружения, а и Владимир Путин, и Раджап Таипа Эрдоган, президент Турции, все они хотят быть великими миротворцами. Вот недаром господин Эрдоган заявил, что он в состоянии быть посредником между Украиной и Россией, на что Кремль и МИД России уже ответили, никого посредничества не требуется, поскольку между Россией и Украиной нет никакого конфликта. Происходящее в отдельных районах Донецкой и Луганской областей это внутреннее дело Украины. Но, тем не менее, это не полностью аннулирует амбиции Раджап Таипа Эрдогана, который, возможно, хотел бы заменить Минские соглашения на Стамбульские, особенно с учетом того, что сам Минск как площадка для переговоров себя дискредитировал в лице Александра Григорьевича Лукашенко, и возвращение переговорщиков на эту площадку, разумеется, невозможно, пока Лукашенко остается у власти. Вот как раз хотел об этом с вами поговорить. 1 декабря Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде, сказал, что нужно вести прямые переговоры с Российской Федерацией. На это в России Песков прокомментировал, что это внутриукраинский конфликт, поэтому украинцы между собой должны обсуждать эти вопросы. Тут же Раджап Таип Эрдоган предлагает свое посредничество. Вопрос о том, действительно, при каких условиях Россия может начать переговоры с Украиной, не вот так, как Путин говорит, ну пусть Зеленский в Москву приезжает, поговорим, а вот действительно начать переговоры по поводу Донбасса уже при участии Эрдогана или без? Путин этого совершенно не собирается делать, потому что он исходит с того, что есть минские соглашения, и пока их реализация как минимум не достигла экватора, она, де-факто, еще не начиналась, там не о чем говорить. Поэтому в ближайшее время никаких переговоров не будет, к тому же Путин не при обстоятельствах не признает Россию стороной конфликта. А раз Россия не сторона конфликта, то о чем говорит Зеленский? Нет, о чем-то можно говорить, но только не об Ордлове, и уж тем более не с участием Эрдогана. Вот тут вы говорили о том, что Путин сказал, да, пока они признаны так называемые ЛНР и ДНР. Насколько это козырь в рукаве Путина, чтобы признать эти территории? Ну, конечно, это фактор психологического давления, но это случится только в том случае, на мой взгляд, если вооруженные силы Украины перейдут в наступление, то есть если будет предпринята попытка реализации карабахского сценария образца 2020 года. Просто так Путин признавать ничего не будет, поскольку все-таки он стремится сейчас договориться с Америкой. И он повышает максимально ставки в риторической и психологической войнах именно для того, чтобы договориться с Вашингтоном на максимально благоприятных для себя условиях. А все-таки признание ДНР, ЛНР или какие-то военные действия на украинской территории – это необратимые шаги, которые сорвут договоренности. Зачем Путину сейчас договариваться с Соединенными Штатами Америки? Что конкретно он хочет получить? Путин всегда хотел договариваться с Соединенными Штатами Америки. Сейчас мы вспоминали как раз, поскольку исполняется 20 лет тем золотым временам, когда эти договоренности обсуждались очень предметно. Недавно в интервью «Гардиан» Джордж Робертсон, который был генеральным секретарем НАТО в первые годы правления Владимира Путина, признал, что были консультации о вступлении России в НАТО тогда по инициативе России. И НАТО, на мой взгляд, а не Робертсон, который этого не признает, конечно, привело себя очень близоруко, поскольку Путин хотел некого отдельного, эксклюзивного формата обсуждения, в то время как ему ответили, ну, подавайте заявку на общих основаниях, что было для него, конечно, несколько оскорбительно. Потом отмечали мы недавно 20-летие первого визита Владимира Путина в США, где он обсуждал с тогдашним президентом, с Джорджем Бушем-младшим, те же самые вопросы. И вот буквально на днях, кажется, вчера на той же конференции в Банке ВТБ, Владимир Путин сказал, ну что ж, я же так льнул к Америке, был другом ее, почему же мы на руку положили камень. То есть он всегда хотел договориться с Америкой, просто если 20 лет назад как друг, то сейчас как опасный оппонент. Но в конечном счете он не собирается водрузить российский флаг над Капитолием, или хотя бы даже Рейхстаром в Берлине. Он собирается создать зону собственной безопасности, вообще игрок оборонительного плана. Да, собственно, и о чем он сам всегда активно и говорит. Да, он хочет, чтобы его Россия, чьи границы определены новейшей редакцией ее конституции от 2020 года, была абсолютно независима от любого внешнего вмешательства, как военного, так и политического. Вот этой договоренности с Америкой он и хочет. Кроме того, он, естественно, хочет снятие санкций, поскольку как бы он их не оценивал публично, он не может в глубине души не признавать, насколько они в среднесрочной и долгосрочной перспективах болезненны для российской экономики. По поводу санкций, я недавно читала статью, в которой говорилось, что России все сложнее стало добывать нефть. Это зависит и от самих природных условий, от того, что ее становится действительно меньше, и от того, что технологически за счет санкций сложно новейшим оборудованием развивать и увеличивать количество добычи нефти. Насколько, на ваш взгляд, это правда, и как Россия будет выходить? Не только нефть, но вообще энергетическая сфера, энергетическая отрасль, которая является основным хребтом российской экономики, в очень значительной степени зависит от иностранных технологий и оборудования. И не только она, но она в первую очередь, и, естественно, Владимир Путин отдает себе полностью в этом отчет, хотя официально в этом не признается, и все время говорит, что, дескать, санкции настолько укрепляют, поскольку позволяют нам осуществить импортозамещение. Нет, они ничего такого не позволяют, во всяком случае, в крупных индустриальных отраслях. Насколько это влияет на экономику Российской Федерации? Насколько Россия крепка? Пока не фатально влияет, но поскольку санкции действуют в среднесрочных и долгосрочных перспективах, но с каждым годом их влияние будет становиться все более болезненным и дестабилизирующим для российской экономики, и понимание этого в Кремле условно есть. Другое дело, что Владимир Путин не готов ни на какие большие геополитические уступки в этой связи. Он все равно считает прочность своей твердыни приоритетом по отношению к любым экономическим вопросам. Он считает, что любые лишения народ России перенесет во имя великих идеалов, о чем он не устает говорить с 2014 года, то есть с момента аннексии Крыма. И, конечно, он рассчитывает на то, что он найдет формат договоренности с США и с Евросоюзом. Но теперь уже, поскольку в полюбовную договоренность, с улыбкой на устах он не верит, он верит в то, что подняв максимально санкции и создав реальную угрозу большой войны, он своего добьется. Тем, что откатит назад и большой войны не будет. Россия пытается создавать новые пути подачи газа Европу. Северный поток-2, до этого были турецкие потоки. Сейчас, опять же, в обход Украины, в Венгрию поставлять газ. А на самом деле Россия в состоянии вот все то, что она обещает и хочет поставлять, действительно поставить. Этот вообще газ есть? Да, в основном он по европейским меркам и для нужд Европы он есть. Его нет в полном объеме для Китая, но как раз это тоже является предметом переговоров. Можно перекинуть его с китайского направления на европейский. Здесь сейчас, как раз, Путин чувствует себя вполне комфортно, потому что действительно цены на газ выросли. Дефицит энергии в Европе значительный. Энергетический кризис налицо. Это связано и с погодными условиями переменной климата. и с определенными политико-управленческими ошибками, которые были допущены европейскими странами в минувшие годы. Поэтому нет, здесь как раз все нормально. Я не утверждаю, что это будет надолго, но на ближайшие пару-тройку лет это точно так. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вообще Соединенные Штаты Америки, вот мы говорили, что Путин хочет, а что хочет Байден? Вот те очки, которые, я имею в виду, заработать еще очки среди своего электората, какими действиями он может в отношении России, а может быть в отношении Украины? Он должен предотвратить мировую войну, то есть урегулировать Карибский кризис, чем он сейчас и занимается, пока на стадии создания кризиса. Поскольку, как я уже сказал, нельзя урегулировать кризис, не создав его. Но для Байдена важно, чтобы Россия не вмешивалась в евроатлантические дела, чтобы прекратилась гибридная война, включая хакерские атаки, там на те или иные американские институции, попытки повлиять на какие-то зоны и территории американского влияния, к чему Путин тоже готов, но при условии встречного ответа симметричного Соединенных Штатов. Поэтому Путин и Байден понимают друг друга гораздо лучше и готовы дружить гораздо крепче, чем это иногда кажется извне на первый взгляд. В этом смысле любая агрессивная риторика с обеих сторон, она скорее призвана прикрыть внутреннее дружелюбие. Называешь Путина убийцей, потом отменяешь санкции по северному потоку. Также готов действовать и Владимир Владимирович. В данной ситуации тогда какова роль Украины? Насколько сейчас наши союзники и наши противники действительно с нами играют? И какие тогда предпринимать действия должны мы здесь? Безусловно, независимость и территориальная целостность Украины важны для США и Евросоюза, но не ценой большой войны и похода на Москву. Поэтому здесь не надо ничего ни недооценивать, ни переоценивать. Не будет ни прямой сдачи Украины, ни прямого участия каких-либо евроатлантических вооруженных сил на стороне Украины. Поэтому Украина должна понимать, что происходит, тоже стремиться к миру и не поддаваться на провокации и всякие призывы, быстренько за три дня решить проблему ордловоенным путем. Поскольку последствия этого непредсказуемы. Чем больше мы анализируем пресловутую операцию с вагнеровцами, тем больше, как это не смешно и не странно, приходим к выводу, что скорее прав здесь Валерий Александрович Зеленский. Хотя свою правду он облег в такую неудоборимую форму, обертку, что с ней довольно сложно согласиться и поверить в нее. Но действительно, была ли нужна эта операция Украине? Ведь она принесла бы гораздо больше проблем, чем позитивных результатов. Она принесла бы безусловное обострение на фронте и другие всяческие действия, деструктивные действия России. Она привела бы к конфликту с Турцией и так далее. Нужно ли это было для того, чтобы заполучить этих людей в киевских тюрьмах, чтобы обменять их на кого-то? Да, возможно. Но совсем не в том контексте, в котором говорят сейчас люди, обвиняющие Зеленского чуть ли не в национальной измене. Так и здесь. Поэтому, конечно, кто угодно может стрелять из гаубицы по территории Оргло, чтобы показать, какой он крутой. Вы понимаете, о ком я говорю. Но если говорить о предметных последствиях, то вряд ли они благоприятны для Украины. Для самолюбия того человека, который это делает, наверное, да, благоприятно. Но не для страны. И, конечно, Украина должна заниматься всемирными реформами и внутренним развитием, для чего у демократической страны с свободной экономикой есть все возможности. И использовать эти возможности далеко не в полной мере. Я хотела бы задать вам несколько вопросов по России, которые не связаны напрямую с Украиной. Просто мы всегда пытаемся все-таки следить за тем, что происходит у вас. И вот, например, Алексей Навальный, в прошлом году, и насколько мы активно за этим следили, сейчас, в украинском медийном пространстве, про него ничего нет. Скажите, что на самом деле происходит в Российской Федерации в отношении оппозиции и Навального непосредственно? Реальная оппозиция, олицетворяемая Алексеем Навальным, не системная оппозиция, разгромлена. Как политически, так и организационно. Штабы Навального ликвидированы. Они признаны экстремистскими организациями по закону. С ними нельзя сотрудничать. Под страхом уголовного наказания. Сам, естественно, Алексей Анатольевич Навальный отрезан от прежних каналов коммуникации, находясь в тюрьме, и поэтому выступает редко. Но даже в этой ситуации он выступает достаточно метко. Его программные статьи в этом году были весьма убедительными и привлекли к себе немало внимания, особенно моего. Потому что мне он всегда нравился именно в роли идеолога, а не человека, который призывает всех посадить в тюрьму и всем отомстить. И сейчас сам Навальный говорит о том, что он проходит христианский практик. Он скорее предстает будущим реформатором российского христианства, чем человеком, который должен свергнуть Путина. И вот лично мне эта трансформация очень нравится. А многим из тех, кто его поддерживал до недавнего времени, не нравится. Потому что им гораздо больше импонировала его такая мстительно-разрушительная риторика. Так что я бы не списывал ни в коей мере этого человека за счетов. Он еще своего и последнего, и предпоследнего слова далеко не сказал. Но в целом, конечно, политическая система заморожена. И столько системная оппозиция, которая представлена в парламенте в лице коммунистов «Справедливая Россия» и «ЛДПР», она подконтрольна Кремлю. Те люди в этой оппозиции, кто Кремлю не подконтролен, тоже сейчас подвергаются гонениям, как, например, стрелявший в Лося коммунист Валерий Рашкин. Не то, чтобы он совсем не подконтролен Кремлю, но он позволил себе избыточной вольности. И дано сотрудничать со штабами Навального во время недавней кампании по выборам. Это ему не простилось. Хотя Лося он действительно убил, и это очень плохо. Он подставился. Но истинная причина гонения не в Лосеи. Будь он полностью лоялен к Кремлю, все бы об этом эту историю, естественно, списали. И забыли, как это в России принято на сегодняшний день. Мам, ли, в России убили представителей партии «Единая Россия». Да, черт? И Владимир Владимирович Путин, опять же, оговорился по Фрейду на вчерашнем мероприятии в банке ВТБ, сказав, что вот какой фокус, у меня есть возможность по Конституции идти еще на один срок. На самом деле, по новейшей редакции Конституции у него есть возможность идти на два срока. Но, возможно, он выдал, что он хочет делать на сегодняшний день. И последнее, мы достаточно много и с вами, и с другими экспертами из России обсуждали коммунистов, которые прошли Верховную Раду, ой, Верховную Раду, извините, Верховную Раду это невозможно, да, в Думу Российской Федерации государственную, и о том, что по умному голосованию, собственно, адепты Навального предлагали голосовать за коммунистов. Вот коммунисты действительно стали какой-то оппозицией для «Единой России» или, как вы говорите, абсолютно они подконтрольны? Нет, они абсолютно подконтрольны на уровне своего как федерального руководства, так и большей части регионального руководства. Но есть среди них люди, которые сотрудничали с Навальными штабами, последнего на незапрещенными в России, я на всякий случай говорю, потому что этого от меня требует российское законодательство, каждый раз отпоминать. Вот, и именно за невояльность они сейчас подвергаются гонениями. Это и Валерий Рашкин, и саратовский известный коммунист Николай Бондаренко, и еще несколько человек. Но это кардинально в целом на картину не влияет. Купорев абсолютно про Кремлевская партия, и если в ней будет происходить смена власти, то от нынешнего лидера Геннадия Зюганова, которому уже 77 лет, видел в направлении его молодого 40-летнего преемника Юрия Афонина, ничуть не менее лояльного Владимиру Путину, чем действующий его босс. Вот по поводу тех, кого нельзя называть, те, кто запрещен. Ведь до недавнего времени так говорили про Талибан, ведь такие пометки были в российской прессе, а сейчас как раз там заявили, что в принципе, ну да, Крым российский. Ну так, абстрактно, но можно сделать такой вывод. Как сейчас называют эту организацию в России? Существует решение Верховного суда, Россия запретит Талибана, давнее довольно. Оно не отменено, поэтому ничего формально измениться не могло. Понимаете, в России же все законы формально исполняются четко, по принципу Владимира Ильича Ленина, что по форме правильно, а по существу издевательства. То есть даже когда идет издевательство над законом, ну по его соблюдается. Вот такого, как вводить санкции решениями Совета Безопасности, как в Украине, так и в России, и Путине быть не может. То есть там могут быть сколько угодно подконтрольные суды, но все решения такого типа принимаются только судами, а не какими-то органами за пределами судебной власти. Значит, с Салибаном не просто все, потому что идет борьба за влияние на Афганистан, в том числе с Турцией, которая все более увлекает в свою орбиту центрально-азиатские страны, кроме Таджикистана, которая не является теркской страной, поэтому больше тяготеет к России, чем к Турции. И с одной стороны, Россия хочет использовать себя, как силу, которая построит какой-то мост между США и талибами. С другой стороны, здесь Эрдоган не дремлет. И, в общем, однозначно выхода из этой ситуации нет. Ну и полностью ругаться как бы с все еще формально запрещенными талибами Россия не собирается. Хотя официальная позиция Кремля стоит в том, что пока не будет принята новая резолюция Совета Безопасности ООН, легализующая талибов, они все равно будут оставаться в таком полунеприемлемом статусе для Москвы, потому что Путин не хочет никаким образом долегитимировать Организацию Объединенных Наций. Сейчас он считает ее очень важной и полезной для себя, а американцы кусают себе локти, что они этот бесполезный и бессмысленный ООН не распустили в начале 90-х годов, когда была такая возможность. Станислав, большое вам спасибо. С нами был Станислав Белковский, публицист. Оставайтесь на нашем канале. Спасибо. Подписывайтесь. До свидания. Я Инга Мизири с вами прощаюсь. Пока. Пока.